Дорогие друзья, добрый день! Очень надеюсь, что у нас всё сегодня сложится. Совершенно наполеоновские планы. С большим количеством участников, интерактивов. Посмотрим, как позволит это сделать Инстаграм. Так, ага, вижу первый запрос. Надь, жду твой запрос. Так. Ага, Елена, супер! Здравствуйте! Так, половина успеха. Теперь должна добавиться Надя. Надя уже добавилась. А вы её уже видите, потому что я не вижу? Ну вот написано, что присоединилась. Нет, здесь-то я её вижу, что она присоединилась. А, вот, принять. Надь, я нажала принять. Вот она тоже должна сейчас у нас приняться. Хотелось бы, чтобы так же легко, как с вами. Привет! О, ура! Здравствуйте! Супер! У нас всё получилось, как я рада! Счастливо бесконечно вас видеть. И спасибо большое, что вы откликнулись на эту мою авантюристую идею. Очень надеюсь, что у нас всё получится. Давайте ещё раз коротко расскажу, как я это себе вижу абсолютно открыто вашим предложениям. Думала, что каждый из нас расскажет немножко, с какими запросами в основном сейчас сталкивается, учитывая ситуацию в мире или не учитывая ситуацию в мире. Какие ответы на какие вопросы мы можем дать сейчас людям. И после этого пригласить кого-то из нашей аудитории и разобрать его запрос с трёх сторон. То есть я проведу микро-коуч-сессию. Елена и Надежда со своих компетенций также человеку на его запрос ответят. И в итоге человеку ходят полностью удовлетворённо. Коллеги, как вам такая моя идея? Есть ли какие-то встречные пожелания, рекомендации? Ну, по-моему, замечательно. У меня тоже первый опыт такой вот сессии. И поэтому я думаю, что у нас всё получится. Такие замечательные женщины в эфире. Супер. Супер. Ну, я, в принципе, тоже за. Поэтому будем, как говорится, импровизировать, если что. Да, импровизировать на ходу, абсолютно, да. Тогда коротко на правах хозяйки помещения расскажу о том, в чём я могу быть полезна как коуч сейчас, и с каким вопросом можно обращаться, и на какой результат можно рассчитывать. обращаться можно с любым вопросом, который вас сейчас волнует, и который лежит в сфере вашей ответственности, в сфере вашего влияния. То есть, например, как сделать, чтобы мой муж, ребёнок, соседка вели себя по-другому? Нет. Каким человеком мне надо стать, чтобы наладить отношения с мужем, ребёнком, соседкой? Да. То есть всё, любой вопрос через вас. И, конечно, здесь могут быть и эмоции, и материальные какие-то запросы, и, конечно, смена работы, уход на фриланс, не уход на фриланс, неважно, вот всё, что для вас сейчас актуально. И ещё вот такой важный момент. Работа коуча строится через вопросы, которые иногда кажутся дебильными, иногда кажутся какими-то, ну, очень странными. И иногда человеку хочется ответить, я не знаю. Вот это такой маркерный момент сессии, потому что я со своей стороны обещаю, что я не задам вам ни одного вопроса про политический строй в Гондурасе, про анатомию пингвинов, ещё про что-то. Все вопросы будут... А да. Что? Можно было бы спросить, почему бы и нет. Объясню, почему нет, потому что на такой вопрос человек может не знать ответ. А все мои вопросы будут только про вас, и ещё раз, только про вас. Соответственно, если приходит ответ, ну, я не знаю, здесь может быть два момента. Вы не хотите смотреть в эту сторону? В таком случае можно честно сказать, я не хочу сейчас об этом говорить, я не готов, мне некомфортно, потому что всё-таки мы здесь в открытом пространстве. либо я никогда об этом не думал, либо вот что-то ещё, но ответ я не знаю, вот он... Кто так? Не принимается. Ну, он не то, что не принимается, потому что... Нет, ну, Анна, вот давайте честно, вот давайте честно, ну, значит, человек просто не хочет заглянуть внутрь себя, ну, мы же понимаем, что... Именно. Поэтому, если уж вы пришли на коучинг, если у вас такая замечательная, просто золотая возможность, и человек работает с вами в эфире, то, мне кажется, упускать эту возможность, ну, по меньшей мере, неразумно. Действительно. И это, мне кажется, это очень хороший момент, даже проверить себя, а насколько я могу, и действительно выбрать вот в тот момент, в тот самый момент, когда от вас ждут ответа, я не могу сейчас ответить. Это будет честно. Не то, что я не знаю, потому что я не знаю, это очередное отмахивание от себя. Я очень хорошо вас понимаю, это вот прям... Ну, что такое, так сказать, человек одной и той же профессии, да? Абсолютно, абсолютно. Извините, извините, перебила. Нет, спасибо большое, всё очень в кассу, и я передаю вам слово. У меня здесь немножечко другое, так сказать, уклон, потому что, как вы правильно отметили, здесь тоже моя сфера деятельности, это тоже конкретно про человека, и опираясь на астрологию, что я могу предложить, конкретно вот имея у себя в запасе вот именно эту фишку. У всех у нас есть цели, но все мы идём к нашим целям разными путями. Допустим, кого-то мотивирует деньги, кого-то мотивирует слова, кого-то мотивирует общение. То есть есть некие базовые прошивки, с точки зрения астрологии мы их рассматриваем, что конкретно, с помощью чего, простите, у меня тут сбой произошёл, с помощью чего можно довести человека до конкретного результата. Это фактически тоже коучинг, последний месяц я работала именно с таким запросом, то есть ко мне приходят и говорят, что вот у меня ресурс на нуле, я смотрю карту, и мы начинаем разбираться, что такое, потому что иногда люди, особенно сейчас, когда такая стрессовая ситуация, когда родовые программы поднялись, потому что все мы внуки либо правнуки войны. И когда вот это всё поднимается, значит, это очень сложно работать со своими, извините, тараканами и ещё и с родовыми. Поэтому мы находим ресурс, который наиболее подходящий для человека на данный момент, и с помощью его решаем эти проблемы. Это о том, вкратце о том, с чем я сейчас работаю в последнее время. Невзирая на то, что ситуация меняется, сейчас очень много заявок на смену деятельности. Вот, кстати, Анна, я у вас увидела «Фриланс не кусается», да, вот такой большой у вас был, ну, я даже прям не знаю, как это сказать. Это и пост был, и вы очень много объясняли в этом плане, что это действительно, ну, очень мало в жизни таких сфер, где от нас действительно ничего не зависит. потому что вот я сейчас как раз читаю книгу психолога, самого старшего психолога, действующего на планете, ей 94 года, женщина, которая пережила Освенцем, и она как раз говорит об этом, понимаете? То есть человек побывал в ужасной ситуации, и она знает, как сохранить внутренний мир, она об этом рассказывает. Так, возвращаясь к моей теме. Допустим, я могу сказать, когда вы разговариваете с человеком, пока вы разговариваете, Анна, я могу посмотреть основные, так сказать, базовые настройки, и уже исходя из, так сказать, запроса человека, могу посоветовать посредством чего ему нужно туда добираться. Ещё один момент. В апреле произойдёт очень важное астрологическое событие. Так называемые кармические планеты, теневые узлы, я имею в виду лунные узлы Раху и Кету, на полтора года поменяют свои знаки. Это в первую очередь будет иметь огромное влияние на тех, кто родился, у кого луна или асцендент в овне, раке, весах и козероге. А также, ну, во вторую очередь, это коснётся тех, у кого там планеты, и более или менее это коснётся всех нас. То есть, вот такой мой вкратце запрос. Спасибо. Ну, и я, я, собственно, была... Секундочку, секундочку, да, я вот сейчас вклиниюсь, хотела сказать, пишите, пожалуйста, свой запрос, кто готов выйти к нам четвёртым и принять участие со мной в сессии в разгоре от Елены и Надежды. Вот пока сейчас Надя рассказывает, пишите свои запросы. Прости, Надя. Ну, я, да, Надежда. Я, собственно, занимаюсь дизайном человека, система самопознания, то есть понимания, кто я. Она тоже основана на астрологии, нумерологии, квантовой физике, биохимии, генетике, там целый микс китайской книги учений и дзин, кабала, чакровая система индивистская, в общем, там прям много чего задействовано, скажем так. Это немножко астрологией, насколько я знаю, вы же занимаетесь, Елена, господи, визической астрологией, да? Соответственно, астрология там есть с точки зрения планет, да, ну, то есть нейтринно включает в нас определенную активацию сознательно-бессознательно, ну, как говорится для человека. Но это как бы такая одна из частей, потому что там очень много завязано тоже на чакрах, да, как бы вот центрах генетики. Это прям 64 генных ключа и это 64 кадона ДНК, то есть то, что у нас заложено природой, от родителей досталось и так далее. То есть все это такой небольшой микс и что он дает понять, скажем так, да, дзин человека, кто я в этом, скажем так, в этом воплощении, да, то есть какие у меня крутые фишки, что вам не классного, что вам не ложного, почему я могу идти не по тому пути, да, скажем так, какие у меня генетические травмы, какие там, не знаю, какая у меня среда обитая, где мне лучше получать ресурсы, как мне питаться. То есть там как бы куча-куча разветвлений, да, как бы и все это про эту жизнь. То есть там нету понимания, ну как бы мы обычно не рассматриваем там что было в прошлой жизни, какие кармические заметки на следующую жизнь, на эту жизнь. Именно понимание себя в этом моменте, то есть а что мне делать дальше, а куда мне пойти, почему мне там не получается например там в отношениях или почему у меня там, не знаю, не складываются там с работой или почему меня все посылают, или почему на борт меня нет энергии. То есть вот такие вот моменты, то есть понимание, что мне делать, блин, сегодня. Вот такие вот вопросы, да, и куда мне направиться, чтобы завтра было лучше. То есть вот ставим вот ключи. Это прям кратко, скажем так. Поэтому задать вопрос можно с точки зрения, ну, как бы вопрос будет, я, наверное, его просто поверну сама, пойму, как лучше, и тогда, ну, расскажу. Вот у нас первый запрос. Да, я вижу, Жанат, сейчас я попробую. Жанат, а пошлите, пожалуйста, запрос на эфир. По-моему, для этого вам надо выйти и зайти заново. И у вас должно появиться окошко, пошлать запрос на эфир. Ещё очень важно, те, кто хотят, мне, ну, я так понимаю, Елене тоже, нужно дату, время, место рождения. Да, да. Время, да, время. Ой, хорошо, спасибо тебе, что сказали, это мы, как само собой разумеющиеся, да. Мы же к этому привыкли, как бы. Здравствуйте. Здравствуйте. Жанат, я же так сразу выйду. Приветствую. Как у нас всё сегодня легко получается. Вот прямо какое классное, действительно волшебное пространство собралось. Прямо супер. Как вы, Жанат? Спасибо. Есть такое волнение немножко, вот пока я писала запрос, ещё раз почувствовала этот страх свой какой-то. Я говорю, я не знаю, откуда он у меня. И мне кажется, да, что он мне мешает, вот как раз таки, реализоваться в дальнейшем. Всё время такое ощущение, что должно что-то случиться, что-то произойти, какое-то нехорошее какое-то событие, или, ну, даже элементарно, что-то сломаться, либо что-то там ещё. Даже вот вплоть до этого у меня такое всё время какое-то тревожное состояние. Жанат, пока секундочку, прошу прощения, перебью вас. Скажите, пожалуйста, дату рождения для Елены и Надежды, чтобы они могли вас потом сразу принять. 23 ноября, 70-й год. А время знаете? Ну, говорили, что 5 утра. Ну, точно, не точно не могу сказать. Так мама говорила. Ну, это сложно, конечно. Коллеги, если к Жанат вопросов нет, забираю её себе. А город какой? Павлодар, Казахстан. Да, пожалуйста, у меня нет. Надь. Надь, нет у тебя вопросов к Жанат? Надя не слышит нас, кажется. Мне нужно ещё место рождения. И как правильно пишет? Это только я не слышу Надю? Или у всех так? Я плохо слышу Надю, но, по-моему, она спрашивает про место рождения. Место рождения Павлодар, но вот больше мы ничего не поняли, Надя. Павлодарская область, ну, как город Павлодар. Вообще, как бы, этого села нету, поэтому Павлодарская область, Казахстан, либо город Павлодар, Казахстан нужно смотреть. Это довольно-таки... А точнее есть... На кухне, дорогая. Прошу прощения, у меня больной ребёнок на каникулах. Поточнее, название, может быть, населённого пункта, потому что мне нужна широта и долгота, я могу её найти. Хорошо, я назову, просто я когда у астролога была, у нашего местного, там не нашли, и поэтому смотрела Павлодарская область. Ну, как-то я так до этого обращалась. Село Лебяжье? Лебяжье. Лебяжье Павлодарская область, спасибо. Надь, ты слышишь? Ты с нами? Слышу. Я слышу. Всё, всё, всё. У тебя нету вопросов к Жанат? Слышу. Всё, отлично. Жанат, вам окей то, что мы с вами в открытом пространстве, у нас аудитория, зрители? Я могу вас как-то поддержать, или вы себя нормально чувствуете? Нормально, хотя неожиданно. Я не ожидала, что именно первое выйду в эфир. Да, и так неожиданно, что ваш запрос связан со страхом, а я прекрасно понимаю, какая смелость требуется для того, чтобы выйти в эфир, чтобы публично начать обсуждать свой запрос. Благодарю вас за эту смелость. У нас по времени будет, ну, вот сейчас 9.17, примерно 15 минут до половины. Окей вам такое время? Плюс-минус несколько минут. Как тогда, вот сейчас, на эту минуту, вы бы сформулировали свой запрос? Я бы хотела понять причину страха своего. Жанат, а как поймёте? Всё, я поняла, вот она причина. Тогда я уже буду знать, что с ней делать, что делать с этим страхом. Жанат, слышу тогда два момента про понять причину и что делать с этим страхом. Да. В какую сторону важнее смотреть? Ну, я думала, что если я буду знать причину, то тогда я смогу как бы в дальнейшем найти действие. У меня важна, наверное, причина моего страха, чтобы потом знать, что делать с этим страхом. Почему этот страх у меня есть? Жанат, звучит как вопрос. Кому хотите его задать? В смысле, из вас троих или вообще иметь в виду? Вообще иметь в виду. Кто может знать ответ? Ну, я, честно говоря, думала, что специалисты, потому что бывает же, что это может быть не мой страх, а родовой или что-то. Есть же такая теория того, что страхи передаются нам, например, от наших предков, или там что-то произошло, когда какие-то ситуации были. И либо это из детства, но я не могу как бы вспомнить, откуда этот страх у меня произошёл. Именно вот эта тревожность постоянно, что что-то должно произойти, и почему-то именно плохое что-то случиться должно. И до этого, когда обдумывала я этот вопрос, я поняла, что у меня страх, как будто страх жить, хотя я больше половины жизни прожила. Я такая вот еду в такси, как раз вот, чтобы успеть на эфир, и я понимаю, что у меня страх жить. Я не знаю, откуда он взялся, я сама удивилась этому, что у меня такое ощущение, что легче было бы, то есть я не боюсь смерти, мне кажется, даже легче было бы умереть, нежели жить. А жить, как раз-таки я боюсь, что если что-то там произойдёт не так, будто я не смогу, и я не справлюсь с этим. Жанна, простите, я не справлюсь. Как давно у вас это состояние, эти мысли? Ну, вот прям конкретно сейчас не могу сказать, но мне кажется, последние, ну, я не знаю, уже несколько лет такое. То есть оно как бы так вот иногда, вот в последнее время как-то чаще всплывает. То есть это ещё до событий вот этих всех, как бы у меня уже, вот я ощущала, понимала, что всё время такое ощущение, что что-то, ну, скажем. Можно вопрос, а конкретно вот примерно несколько лет, это сколько? Это 5 или 12? Нет, ну это, наверное, знаете, мне кажется, даже после того, как я потеряла маму, это, наверное, вот после этого у меня был такой сильный стресс, в 12-м году в декабре я потеряла маму, и вот после этого у меня было такое ощущение, я просто сама удивилась тому, что у меня такое ощущение было, что как бы земля ушла из-под ног, знаете, вот такое ощущение. Я вот, я потом даже год была в таком состоянии, как зомби ходила, я просто даже как-то так вот просто дорабатывала, как будто бы этот год. Коллеги, а могу попросить, вот в мой промежуток, оставить нас наедине с Жанат, высказывается. Конечно. Спасибо большое. Жанат, обычно такие вопросы могут говорить о... ой, я, кстати, не имела в виду, что выйти из эфира, имела в виду, что не перебивать. А, прошу прощения, я не так поняла. Нам важно исключить депрессию. Обращались ли вы с этим вопросом к терапевту? Терапевту нет, но я была на различных тренингах, вот после того, как раз, после как мамы не стало, я была на различных тренингах, на проработках, всякого рода, коучи тоже такое. И там всплывал момент, как бы вот, казалось бы, все, я поняла, что мамы нет, как бы надо это принять и дальше жить. Ну, это, знаете, как временно, то есть на каком-то этапе, вроде бы, да, я все поняла, а потом все равно понимаю, что буквально тоже недавно делала одно упражнение и обнаружила, что я хочу к родителям. То есть я поняла, что я вот в состоянии ребенка нахожусь, которому нужны родители, который нуждается в родителях. И у меня было именно желание уйти к родителям. Жаната, по ощущениям, из какой роли сейчас задали вопрос про страх, запрос на сессию? Из какой роли был? Ну, ребенка, наверное. Вот это вот страх взросления, может быть, я не знаю, я не буду опережать, да, события, думаю. Вот это вот желание, что говорю, будто я не насытила, как скажем, ну, не дополучила и хочу еще получить вот то, что родители все равно, я считаю, что сравнительно рано ушли, для меня. Папа ушел, когда мне был 21 год, даже 21 года не было, 20,5 было. А мама позже, когда мне 42 года было, ушла. и вот я понимаю, что, то есть оно не постоянно вот так вот, а потом я обнаруживаю, что, оказывается, мне не хватает родителей. Жанат, смотрите, в коучинге мы ходим, не ходим в прошлое, не занимаемся терапией травм прошлого. Мы можем пойти в прошлое, чтобы взять оттуда какой-то важный для вас ресурс, какой-то важный для вас опыт. что-то, что вам нужно сегодня. Это первый момент. Второй момент. Мы не можем изменить прошлое. Уже так случилось, так есть. Но мы можем изменить свое отношение, свои мысли на произошедшие события. Насколько вам откликается такой подход, такая гипотеза? Я как бы принимаю. Я бы тоже хотела сама, я либо в прошлом нахожусь, либо в будущем чаще всего. А вот так, что в моменте крайне редко. Жанат, а как чувствуете вот то, что вы говорите про страх будущего и ожидание плохого, как оно связано с тем, что вы не находитесь в моменте? Ну я думаю, что это что-то связано с прошлым, с моим, наверное, поэтому я постоянно там где-то. Если предположить, вот все, случилось чудо, уже мы много проработали всего в коучинге, вы начинаете находиться в моменте, что тогда меняется по ощущениям, вот просто если фантазировать. Я все-таки цепляюсь за прошлое. Мне как будто страшно выходить из прошлого, в настоящем находиться страшно. Как будто небезопасно. Вот это, я же говорила, почему-то у меня все время такое ощущение. А что значит небезопасно? О чем это для вас? Ну как, ну чувствую себя незащищенные. Я сейчас понимаю, что вот знаете, я сейчас вижу какую-то картину, как будто я в утробе у мамы, и мне там хорошо, и не хочется никуда. Вот прямо сейчас четко увидела вот эту картину, как эмбрион, или там как ребенок, даже. вот в животе у мамы, и я вот, мне там прям комфортно. Как ни странно, у меня раньше не было никакого такого ощущения. Я вот сейчас себя вижу именно вот этим маленьким ребенком у мамы в животе. О чем этот образ для вас? Страх. Потому что там было хорошо с мамой. И как бы, и мне не хотелось ничего менять. Вот, кстати, да. А, я сейчас понимаю, да, это знаете, когда не нужно ничего делать, когда все готово, да, а вот, ну, прям, я сейчас понимаю, да, то есть, когда не хочется ничего делать, знаешь, что ты там под защитой, что у тебя все есть, ни о чем голова не болит, да. То есть, это нежелание развиваться получается, да. как для вас? О чем это еще? Вот именно то состояние, да, которое вот сейчас я описывала. Которое вы сказали, да, как в утробе мамы. Это вот тепло, комфортно, защищено, в первую очередь, что я защищена почему-то вот это вот такое. То есть, вот там как раз мне как будто ничто не угрожает. Жанат, а из какого состояния хотите жить сегодня? Хотелось быть взрослой все-таки. А что это для вас? Состояние взрослого? Это когда я могу опереться на себя сама. Когда, наверное, какая-то вот уверенность, мне даже сейчас говорю и сразу хочется вытянуться, так спину держать ровнее, да. Чтобы как-то будет, ну так, знаете, прямо и смело смотреть на мир. То есть, без страха, без вот этого. Жанат, а что меняется сейчас по ощущениям? Я прям вижу, как вы меняетесь в камере. Другая, Жанат, какая-то. я вот чувствую, у меня такой взгляд, знаете, и я вот ощущаю такое пространство, как будто вот все, скажем так, как будто развернулось ко мне все. Я даже вот у меня руки как-то вот расширяются тоже. И вот такое желание показать, что это все такое огромное пространство, и я, в принципе, себя чувствую хорошо даже, можно сказать, уверенно. Жанат, а когда вот вы в этом состоянии, из взрослого состояния, вот с этими руками, с этим взглядом, с этим ощущением, с тем, что вы сказали, что вам хочется распрямиться, сказали про опору внутри себя, что происходит со страхом? мне даже желание такое, знаете, приподняться, сейчас так встать. Сделайте это, сделайте это. Я туда подумала не встали, но вот прям захотелось встать. Я даже, наверное, все выше забраться, даже мне такое желание, знаете, еще выше забраться, и, то есть, этого страха уже нет в таком состоянии, абсолютно. То есть, я даже, можно, да, я на стул встану? Конечно. И все уже так, известно, не на страну, что я, ну вот, как мне прям прошло. Браво. Супер. Жанат, и что меняется, если это состояние становится вашим доминирующим чувством? После сессии, завтра, через неделю? А мне кажется, что я вот тогда даже смогу на весь мир говорить. Вот что-то такое передавать, наверное, вот это вот свое внутреннее состояние, делиться с другими, чего я боюсь сделать. Там, я если пишу, то так крайне редко и так робко. А тут мне прям хочется, вот я же говорю, вот такое ощущение было встать и говорить, вот со всем миром как-то говорить, на весь мир говорить. Жанат, а что бы вот эта жанат, которая на стуле, с опорой внутри себя, которая говорит на весь мир, что хочет сказать миру? Что он прекрасен, что он для людей создан, этот мир. И что мы можем его менять, можем внести в этот мир, что-то прекрасное тоже дать этому миру. Как он нам дает, так и мы можем взамен дать что-то еще большее. Такое ощущение. Как себя сейчас чувствуете, Жанат, когда это проговариваете? Ну, ну, да, такое есть волнение, но это другое уродо волнение, это не страх уже, это вот такое волнение, которое, как сказать, приятное, наверное, какое-то. Жанат, что случилось такого в сессии, что у вас поменялось состояние? Это, наверное, вот взросление, это есть доверять миру. Я сейчас так понимаю. То есть у меня почему-то сразу ассоциация была с миром, да, и если там я только доверяю маме, как бы, в утробе, когда ребенком, а здесь я уже доверяю всем, ну, не то чтобы всем, да, но миру, то есть большинству, то есть пространство я доверяю. Очень классно, разница, конечно. То ли ты вот там совсем маленькая такая, да, и вот в этом животе, ну, живот, господи, ну, сколько он там, да, то ли мир весь. Ну, теперь, конечно, я не ожидала. И вы сказали про опору в себе, вот для меня это прозвучало тоже как что-то прямо очень важное, как для вас. Там я на маму, видите, рассчитывала, на маму надеялась, а здесь на себя, ну, когда ты на себя надеешься, ты получаешь поддержку всего мира. Вот так вот у меня идет еще сейчас. Жанат, а вот в этом состоянии, когда у вас опора на себя, открытость, доверие всему миру, в каком моменте вы находитесь? В прошлом, в настоящем, в будущем? Это больше как сейчас. Ну, это точно не прошлое. Это вот сейчас, и можно еще наперед немножко как будто бы. И вы как? Заглядывай вперед, не сможешь. Но это уже не страх будущего здесь идет, а наоборот, когда ты видишь перспективы, что ли, хорошие на будущее, но при этом в настоящем находишься. Супер. Как вам вот такие мысли? Прямо так бы хотелось щелкнуть пальцем. Супер. Я просто не ожидала. Честно, для меня прям это вот... Ой, я... Можем ли заканчивать или что-то важное еще проговорить? Я думаю, что на сейчас мне бы даже этого достаточно. Спасибо огромное. Мне надо еще как-то это вот с этим пожить, как говорят. Я бы хотела еще раз испытать это состояние, конечно. Оно ваше, Жанат, и вы это продемонстрировали, вы показали свою мощь, вы показали свою смелость. Вы встали на стул и сказали всему миру важные, значимые слова. Кто может такую женщину вообще остановить? Чего такая женщина может бояться? Если можем заканчивать, передаю вас коллегам. Спасибо. Замечательно. Просто замечательно. Действительно, браво, Жанат. Но я, глядя на ваш гороскоп, собственно говоря, не удивилась. Вы очень сильная женщина. У вас очень много ресурса. Почему я спросила, когда было вот это трагическое событие, потому что я посмотрела сразу же планетарные периоды. Это один планетарный период сменился, и оно оказало очень сильное давление, так сказать, моральное, именно потому, что у вас в первом доме, то есть в асценденте, у вас стоит луна. Луна – это показатель матери. Для вас мать очень важна, очень. И еще один момент, когда две планеты, это знаете, как вот два человека в голове разговаривают, они постоянно друг с другом разговаривают. Вот у вас две планеты в голове, которые постоянно друг с другом разговаривают. То есть слишком много мыслей, слишком много перемалывания мысленной жвачки. Что вам необходимо? Вам асцендент в весах, вы должны быть с людьми, вы должны общаться. Один из ваших языков любви – это вот именно проведение вместе времени. Вот даже неважно, к примеру, огород копать, даже если вы молчите, но пусть там будет еще кто-то. Понимаете? То есть для вас важно общество. И у вас очень много силы. Смотрите, потенциал ваш таков, что если вы, как вот случилось с вами, уходите в, ну это понятно, что это горе, это оцепенение, но вы ничего не делаете, и тогда ваша же энергия изнутри вас начинает подъедать. Понимаете? Силы очень много. Вот как вы сказали, вот в этом на самом деле было очень много, вот вы встали на стул, вы сказали, что вот мир, да, вот дарить мир, вот это оно и есть, понимаете? Вы просто проговорили свой гороскоп. Вы хороший наставник, вы хороший передавать какие-то знания, даже если вы не учитель по профессии, у вас получается хорошо передавать опыт. Что, простите? Учитель по профессии, но не работала. Понятно, но тем не менее, вот тенденция такая у вас есть. Еще один из языков любви у вас это защита, то есть давать защиту и получать защиту. Вот почему видимо и получился вот этот образ, да, но и вы замечательно это все проговорили, но прям вот, ну, я не знаю, какой-то золотой клиент просто, прямо осознание на осознание. Тут, конечно, Аня, большое спасибо, это правильные вопросы, и вам большое спасибо, это очень честные ответы, да, когда вот вы говорите, что вы идете из детского состояния, и когда вы правильно говорите, что действительно, господи, в утробе даже жевать не надо, даже дышать не надо, вот, но если мы хотим проявиться в мир, нужно пройти роды, а это тяжело, и ребенку еще тяжелее, чем матери, об этом мы все уже знаем, да, и вот вам сейчас очень важно весь свой потенциал отдавать в мир, если этого не будет, то вот эти вот двое в голове, они зажуют вас как жвачку, понимаете, то есть следите за своим, вот, помните, вот это вот все время, вам бы заигрить бы вот это состояние на стуле, да, и каждый раз, когда у вас что-то такое вот начинает просачиваться, каждый раз вы вспоминаете себя, вот я стояла на этом стуле в прямом эфире перед незнакомыми людьми, да елки-палки, если я смогла это сделать, да неужели я не смогу сделать еще раз то же самое, понимаете, потому что силы очень много, силы действительно много, понимаете, не у всех такой гороскоп, как у вас, но вот это вот мысленная жвачка, мысли, 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 то есть я бы вам порекомендовала заниматься физически, сбрасывать напряжение, сбрасывать вот это вот, ну, телесная, так сказать, терапия, это наше все, попробуйте, если, допустим, не любите бегать, попробуйте танцы, не любите танцы, попробуйте йогу, пробуйте, обратите внимание на боевые искусства, обратите внимание. У меня тело просит пробежки, иногда я бегаю, поэтому прям, ну, как я сходясь, выпускиваю, да. Вот, вы знаете, я бы вам порекомендовала вот прям себя за шкирку и вот не иногда, а вот как-то так на постоянной основе, может быть, даже один день побега, другой день, ну, я там не знаю еще что, но вам непременно нужно сбрасывать напряжение из головы через тело, так сказать, куда-то вовне. Ну, я думаю, что можно предоставить слово надежды. Если у вас нет ко мне вопросов. Спасибо огромное, вы прям все четко разъяснили, я даже записала себе, сделала заметку. Отлично. Ну, я во многом соглашусь с Еленой, потому что я смотрю, могу развернуть, в общем, карта, это называется бодиграф, по сути, это инструкция к жизни, да, как бы, ну, вот у Елены натальная карта, скорее всего, да, а у меня бодиграф. Соответственно, сейчас долго просто расскажут, какой же он человек есть, там будет интересно посмотреть на страну, чтобы просто не растягивать время эфира, да, коротко, есть четыре типа личности, вы относитесь к манифестирующему генератору, вот про то, что у вас факт, потому что у вас окраинные центры, манифестирующие генераторы, они самые сильные, самые быстрые по природе, но если они уходят в тени, то у них начинается состояние фрустрации, нет энергии, они становятся, у них руки не поднимаются, глаза не горят, они не хотят ничего делать, их раздражает, потому что манифестирующие генераторы, это как бы такой смесь манифеста и генератора, но, как бы, понятно, что кому-то это сейчас будет непонятно, как бы, поскольку времени мало в эфире, да, поэтому именно по вам говорю. Соответственно, если вы не слышно, по-моему, не слышно, у Нади пропал звук, или это только я не слышу? У меня тоже нет звука, зависла, Надя, полностью зависла. Полностью зависла, ждем отвисания. Энергии, значит, вы куда-то свернули туда, потому что Так, Жанат, наверное, нужно написать, будет отдельно, Надя. Профер один, может быть, отвиснет. Исследовать на собственном эксперименте. Такое ощущение, что Надя от нас даже не слышит, что мы говорим. Да, да, похоже, что Надя не слышит. Не слышно. Надя. Не слышно. Надя. А-а-а, не слышно. Какая незадача. Да, надо, наверное, еще раз зайти. А, вот, Надя вышла, наверное, она поняла, что надо перезайти. Сейчас ждем ее. Жанат, может быть, пока, если какие-то есть вопросы ко мне, к Елене, welcome. Вы какая-то такая немножко прям загрузились, я вижу. Да, 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 я потому что пыталась расслышать Надежду. Вот она уже присоединяется. Так, меня слышно? Да, Надя, говори скорее, то ты пропала. Так, на чем вы меня последнее слово услышали? На том, что Жанат манифестирующий генератор, и я услышала 1.3, все. Да, и все. Да, 1.3, так, меня слышно, да? 1.3, это исследователь на собственном эксперименте, да? То есть, соответственно, исследователи, у них очень часто вначале начинается страх, то есть они боятся идти в какую-то тему, боятся идти куда-то, это в принципе заложено у нее в профиле. Соответственно, но помимо этого у нее еще и генетическая травма, которая заложена в момент зачатия. Слышно, нет? Слышно. Это тоже тема страха. Тема страха у нее по всему бодиграфу прослеживается, поэтому как бы и есть внутреннее ощущение боязни. Вот ей, как никому, нужно разворачиваться и идти в этот страх. Когда страшно, прям развернулась и пошла в него. Сможить себя корректно, скажем так. Так. Опять. Опять не слышно. Надежда, опять не слышно. Да что ж такое. Так, наверное, у нас еще одна будет попытка вернуть надежду. То есть тема страха получается у меня не просто так возникла, да, вот даже надежда подтверждает, да? Да. Так и ничего просто так не возникало. Ничего просто так, да. Ну, круто, за такую возможность. Анна, спасибо вам огромное, что я, и мне спасибо, что я решилась, и вам спасибо. Вам спасибо за смелость. Да. Вы прямо как раз сделали то, что говорит Надя. Вы пошли на свой страх, респект и просто бесконечное уважение. И вот посмотрите результат, да? Вы пошли в страх, и вот, пожалуйста. И ответы получила. Да, и Надя подтвердила, что вам нужно делать. И вы сами это увидели. Вот, ну, прям наглядно-наглядно. Сегодня у вас важный день. Да, сегодня реально такой день, что, во-первых, я узнала причину, как можно так сказать, еще и получила ответы, куда двигаться. И в связи с этим я не могла как раз таки реализоваться. Потому что я не знала, как вот, видите, мне страх мешал, получается, абсолютно. Надя. Здравствуйте. Дубль-3. Давайте еще раз попробуем. Да, дубль-3, не знаю. У меня постоянно проблема с совместным эфиром. В общем, генетическая травма закладывается в момент зачатия. То есть мы повлиять на нее не можем, мы можем ее проработать. И вот поскольку вы профиль 1-3, у вас стоит генетическая травма и страх. Соответственно, у вас постоянно что-то страха вас преследует. Так еще помимо этого есть определенная активация, это называется каналы черты характера. Но я не буду называть цифры, вам об этом ничего не скажут. Но смысл какой? Что когда мы живем себя некорректно, то есть мы не идем в этот страх, мы боимся. И постоянно мог быть такая реакция у вас, эмоциональная, что страх быть неуспешный, консервативность в финансах, страх, не знаю, встревоженность. Плюс ко всему есть определенная активация, что вы постоянно копаетесь в прошлом, постоянно. То есть вы живете в прошлом, боитесь идти вперед, панические атаки. Это все там, ну, 47-й генный ключ, назову его так. Соответственно, плюс тема страха в генетической травме постоянно вас тормозит. То есть вы сами себе не говорите «да», не идете в этот страх, боитесь, и тем самым у вас не будет ни энергии, ни желания что-то делать. То есть как бы это полностью обусловлено вашим, скажем так, теневым проживанием. То есть как по-хорошему, у вас куча энергии, которую вы можете, правильно Елена сказала, тратить на спорт. У вас есть определенная черта характера, вы прям можете выживать. То есть вам эту энергию нужно постоянно куда-то фигачивать. Соответственно... Вот именно этим словом. Вот именно этим словом. Да, потому что я просто сама мы не все же генераторы, и эта энергия скапливается, когда мы ее не страчиваем, и она начинает киснуть внутри вас. Соответственно, вы как бы становитесь такой прям на лице кислый. Кислое выражение лица, недовольство всем, не хочу этого делать, не хочу туда-сюда, и все это начинается бродить. И это как вот кислые батарейки окисляются, и то же самое происходит с вами, по сути, потому что энергию вы эту не сливаете, а это очень необходимо. Знаю я не понаслышке, потому что у меня определенная активация, как у вас, я хожу в завтра раз в неделю. Поэтому, соответственно, как только вы примете себя, чтобы вот любой страх, вы к нему разворачивались лицом, говорите себе, да, я иду в этот страх, я не боюсь. Вот такой встали на стул, да, справили, крылья, так скажем. Собственно, это в этом и есть самый, как бы, это ваш сок самый. У вас будет куча энергии, не будет на самом интересном месте, на крыльях, на таком важном моменте. Но зато есть что запомнить. Вот крылья, это прям, понимаете, вот крылья. Да. Может быть, действительно, может быть, Надь, если что-то договорить, что тогда просто ты напишешь, Жанна. так, исчезла. Нет, подожди, сейчас, по-моему, опять, вот как сложно с техникой. Наверное, даже не подключается уже. Так, сейчас, все, последний раз нажимаю. Давай скорее, Надь. Разрушаются телефонные связи. В общем, короче, как только боишься, поворачиваешься страх лицом, у тебя будет куча энергии. Делаешь не на полшишечки, а делаешь на полную, потому что как только ты начинаешь делать, ну, в полсилы, ну, сделай, ну, так как бы на отвали. Все, ничего не получится. Идем бескомпромиссно в этого все. Не боимся. Свой страх убираем. Не паримся насчет тела, потому что могут быть такие загоны, типа, не такая фигура, вечно худею, хочу что-нибудь поправить и так далее. Вечно суперсерьезная. Убираем серьезность. В вашем случае нужно быть немножко несерьезной. Такой, легкой, легкой, такая вот. Плюс ко всему, вы такая немножко одиночка, такой одинокий волк, потому что вам нужно личное пространство, безусловно, потому что если не будет личного пространства, то будете как баба пила, будете там пилить мужа или близких, вы прям доконаете их. Но это ваше бессознательное проявление, спросите у близких. Вот, поэтому есть еще тема, что вы можете чувствовать себя фриком, таким, знаете, типа, никто не понимает мои мысли и боитесь их высказывать. То есть вы какие-то инсайты ловите, но можете их бояться сказать. Ну, то есть, как бы, подумают, что я немножко ку-ку, да, как бы, то есть это вот про тему головы, что вечная жвачка в голове. А если вам нужно через ну, как бы, высказывать свои идеи. Ну, вот последнее, что мы уловили, это высказывать свои идеи, да? Да. Вот это как раз та же самая тема, о которой я вам говорила. Я опять пропала. Да? Да. Я опять пропала. Да, вот Надя говорит, что она потом надиктует для женат, чтобы вы не остались без ответа. И, наверное, мы тогда можем заканчивать, коллеги, как считаете? Да, час пролетел, можно сказать, незаметно. У меня один вопрос. На Елену ссылку можно, потому что я Конечно, конечно. А мы под эфиром, я отмечу всех, и все отметятся сами тоже под эфиром, обязательно, конечно. Спасибо большое, Жанат, за смелость, за честность, за такую глубокую работу. Вообще, вам просто вот полный вперед. Вам спасибо огромное. Я сейчас поняла, какая везучая, счастливая женщина, оказывается, что вот смогла попасть таким специалистом и получить, говорю же, мало того, что узнала причину, еще получила ответы. И еще надеюсь, что мне Надя еще какой-то секрет раскроет. Обязательно. Я уже знаю, что могу двигаться вперед. У меня как раз проблема была, я просто не стала задавать, я поняла, что важнее был страх. Я не знаю, в каком направлении двигаться, как реализоваться тоже у меня не было такой возможности. Приходите на коучинг, приходите к Елене, к Наде, мы с удовольствием все вам поможем. Укажем, куда надо идти. Да. Спасибо огромное. Я думаю, что этот эфир, и вот конкретный мой случай будет полезен еще и другим. Однозначно. И они обратятся к вам тоже так же, получат свои ответы. Это было просто супер. Правда, я не ожидала. Спасибо вам огромное. Спасибо, Жанатка. Елена, огромное спасибо. Аня, как всегда, ваши эфиры просто волшебные. Вы замечательный организатор пространства. И как, ну прям вообще замечательно. Спасибо огромное. Спасибо большое. С вами работать одно удовольствие. А я как раз и говорю, что я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. До скорых встреч. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Всех спасибо, кто нас слушал. Спасибо. but... Продолжение следует...